Во все времена главной и неизменной целью церковной миссии является приведение людей ко Христу, спасение душ человеческих. Спасение по премудрому промыслу Божию достигается не в одиночку каждым человеком, но сообща, вообще неверных. Так определил сам Господь, который создал церковь земную и даровал всем ее членам непреложное обетование, что врата ада никогда ее не одолеют. Святые отцы, размышляя об этом божественном установлении, единодушно свидетельствуют о том, что вне церкви, вне этой общины верных нет спасения. Приход же является частью большой церковной семьи, малой общины верных, где люди, собирающиеся в храме, вокруг и в христической чаше, обретают настоящее духовное единство, мистическое единство во Христе. И потому развитие общинной жизни, активное вовлечение в нее верующих – задача актуальная и архиважная для церкви. Соборное и синодальное законотворчество последних лет, в результате которого были образованы новые епархии, с одной стороны обусловило и дало сильный импульс к развитию церковной жизни на местах, с другой же стороны помогло увидеть наличие проблем, решение которых заслуживает общецерковного внимания. Каким должен быть приход XXI века? С каким ожиданием наши современники приходят в храм и встают на путь воцерковления? Главным показателем, основным критерием, по которому можно определить правильность устроения общины, является атмосфера внутри прихода, ее микроклимат. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте», – учит нас апостол Павел. Эти слова обращены ведь не только к членам первохристианских общин, но ко всем христианам и во все исторические времена. Примером следования апостольскому привызыву должны быть в первую очередь мы, архипастыри, в нашем общении с духовенством и с мирянами. Отдельно хочу остановиться на теме привлечения мирян к активному участию в епархиальной и приходской жизни. К моему удивлению, до сих пор встречается мнение, что в церкви есть как бы два сословия – активное, то есть те, кто посвящен в сан, и пассивное – вся паства. Но ведь истинному христианину, являющемуся частью тела Христова, естественно, участвовать в жизни церкви в епархиальных приходских заботах. Настоящему христианину, естественно, утешать страждущих, помогать обездоленным, делиться своими знаниями о вере с теми, кто этими знаниями еще не обладает. Развитию приходской жизни в епархии весьма способствовало бы, на мой взгляд, создание волонтерских, патронажных и прочих групп. Организация прихожан в небольшие группы по интересам, например, в родительские комитеты, в молодежные и творческие коллективы, в собрании для людей старшего возраста. И с каждой из этих групп надо работать. Конечно, все это должно совершаться по благословению правящего архиереи под пастерским руководством настоятеля конкретного прихода. Важно при этом соблюсти баланс, чтобы приход не был разделен на ячейки, которые друг с другом никак не взаимодействуют, а иногда и конфликтуют. Ибо приход – это одно тело, одна духовная единая семья. И именно поэтому так важно всем прихожанам участвовать в воскресных и праздничных богослужениях. Необходимо поддерживать инициативу прихожан. Если мы дадим возможность людям раскрыть в епархиальной и приходской деятельности свои таланты, то в дальнейшем получим не только мощную поддержку в наших же трудах, но и, это главное, изменение отношений мирян к церковной жизни. Необходимо, чтобы миряне воспринимали прихода не только как то место, куда можно прийти и помолиться, но как важную часть своей жизни. Хотел бы обратить ваше внимание еще на один важный вопрос. Доброжелательное и гостеприимное отношение к впервые приходящим в храм людям. Необходимо сделать все возможное, чтобы навсегда покончить с совершенно недопустимыми фактами невнимательного, а иногда даже грубого отношения к таким людям. Следует со вниманием помочь им сориентироваться в храме, внимательно выслушать его или ее, если нужно утешить, поддержать, пригласить прийти в храм снова. Каждому должен быть свой подход. Кто-то готов сразу подключиться к большим проектам и активно участвовать в приходской жизни, даже в хозяйственных работах, а кто-то постепенно начинает общаться с новым кругом знакомым. И такому человеку важно личное внимание священника, ответственных сотрудников, регулярные беседы на духовную тему. Большинство из вас отмечает, что одной из причин, по которой приходы становятся либо разобщенными сообществами, либо сообществами для своих, но никак не едиными общинами, является непросвещенность как своих миг прихожан, так и тех, кто только начал посещать храм Божий в вопросах веры и сути церковной жизни. Люди часто не понимают, что такое приход, что такое эвхаристия, какое место они занимают в церкви, забывая о цели и миссии церкви как общества, объединенного в любви вокруг эвхаристической чаши, прихожане либо с трудом принимают приходящих из взне и замыкаются в собственном кругу, либо воспринимают хождение в храм как личное дело, не предполагающего активного участия в жизни прихода. Новоначальные зачастую и вовсе остаются вне общинной жизни и вне всякого внимания. Целесообразно, думаю, было бы проводить в приходских общинах духовные беседы, лекции, занятия по изучению священного писания, святоотеческого наследия, по литургике, по догматическому богословию, по истории в церкви, конечно, не в формате учебной семинарской программы, в более упрощенном виде. Важно, чтобы духовенство лично участвовало в этом процессе и, по возможности, привлекало также сведущих мирян. Крупные городские приходы смогут, скорее всего, самостоятельно организовать такую работу, а вот в приходах поменьше, там сложнее. Они нуждаются в централизованной поддержке, в том числе со стороны епархии.